Привет, меня зовут Оля, и я работаю UX-дизайнером в компании Wargaming. Мы делаем легендарную игру World of Tanks. Что я играю в танки, конечно, все действительно деляются. Потом я говорю, что я их разрабатываю, удивление еще больше. Но, я не знаю, мне это очень интересно, потому что у людей возникает сразу куча вопросов, как это, что вы там делаете, а что такое UX-дизайнер. И здесь существует уникальная возможность для каждого дизайнера-проектировщика применить все свои таланты и способности. Процесс разработки игровых интерфейсов достаточно сложный, интересный и многоуровневый. В самом начале разработки мы очень плотно взаимодействуем с геймдизайнерами. Мы совместно обсуждаем игровые механики, концепции, как это может повлиять на интерфейс. Что особенно важно, игровые интерфейсы должны быть не только удобны и эффективны для игрока, но они должны вызывать определенные эмоции. Скажем так, создавать настроение, особую атмосферу так, чтобы игрок получал истинное удовольствие и наслаждение. У нас есть собственный сервис, наша User Experience лаборатория, где мы проверяем каждое проектировочное решение. Приглашаем респондентов вместе со своими коллегами с UX лаборатории, смотрим, как они взаимодействуют, общаемся вживую, получаем предложение по улучшению. Это такой, скажем, коллективный процесс, и это очень здорово. Есть какая-то проблема, какой-то стопор в работе, и ты не знаешь, как дальше решать, ты никогда не будешь сидеть. Один, потому что ты знаешь, что ты можешь взять кофе, пойти на кухню, взять геймдизайнера, программиста и рассказать о своей проблеме. Спросить, как можно решить данную задачу. Это очень ценный опыт, потому что можно получить какие-то знания, навыки из смежных областей, и, безусловно, ты растешь как специалист. То, что отличает Wargaming от других компаний, что люди на самом деле искренне верят в то, что они делают. Они этим горят, и они этим живут. На кухне, в релакс-румах постоянно идут разговоры, какие-то новые идеи, люди предлагают делиться. Это все искренне, это все с таким энтузиазмом, у людей горят глаза. И ты этим заряжаешься, тебя это вдохновляет, и ты становишься таким же, ты живешь этим делом. И это действительно здорово.